Перед нами установка для исследования распределения напряжения в последовательной цепи переменного тока. Установка включает катушку с большим числом витков, в которую вставлен металлический сердечник и конденсатор. Конденсатор закреплен на обратной стороне демонстрационной панели. Источником переменного напряжения является низкочастотный генератор. Левой ручкой генератора можно менять его частоту, а правой величину выходного напряжения. Напряжение на выходе генератора катушки и конденсаторе измеряют вольтметрами. Включим генератор и обратим внимание на показания измерительных приборов. Общее напряжение, приложенное к цепи, составляет сейчас 2 вольта. Напряжение на катушке 3 вольта, а на конденсаторе 5 вольт. Заметим, что сумма напряжений на катушке и конденсаторе не равна общему напряжению, приложенному к цепи. Увеличим напряжение, приложенное к цепи, до 4 вольт. Напряжение на катушке и конденсаторе также возросли, но их сумма не равна общему напряжению. Увеличим еще раз напряжение на выходе генератора. Теперь оно составляет 6 вольт. Однако сумма напряжений на катушке и конденсаторе по-прежнему заметно отличается от этого значения. Покажем, что на распределение напряжений в цепи влияют параметры ее элементов. Для примера уменьшим индуктивность катушки, удалив из нее сердечник. Обратим внимание, что приложенное напряжение не изменилось, но напряжение на катушке уменьшилось до 4 вольт, а на конденсаторе до 10. Восстановив индуктивность катушки, снова получим прежние величины напряжений на этих элементах цепи. Теперь покажем, что распределение напряжений зависит от частоты прикладываемого напряжения. Частоту будем менять, вращая левую ручку генератора. Хорошо видно, что при неизменном напряжении на выходе генератора с уменьшением частоты напряжение на катушке и конденсаторе убывает, причем соотношение между ними также изменяется. Перед вами установка для наблюдения явления резонанса в электрической цепи. Она включает источник переменного напряжения, частоту которого можно плавно изменять. К выходу источника подключена электрическая цепь из последовательно соединенных элементов. Цепь содержит катушку, насаженную на сердечник. В начале опыта сердечник разомкнут. Кроме того, имеется лампа накаливания. И батарея конденсаторов. В начале опыта электроемкость цепи составляет 2 мкФ. Контроль за частотой источника будем проводить по экрану осциллографа. Включим источник и будем следить за изменением накала лампы при изменении частоты напряжения, вырабатываемого источником. На экране наблюдается один период переменного напряжения, лампа не горит. С увеличением частоты вдвое нить лампы начинает светиться. Затем ее яркость быстро возрастает и снова уменьшается. При уменьшении частоты все повторяется в обратном порядке. Постарайтесь заметить число периодов на экране осциллографа, при котором лампа светится наиболее ярко. Теперь увеличим индуктивность катушки, замкнув ее сердечник ярмом. Установим, изменилась ли резонансная частота цепи. Включим источник и повторим опыт. Вначале лампа, как и прежде, не светится. Затем она ярко вспыхивает и постепенно гаснет. Отметим, что теперь ее максимальная яркость соответствует двум периодам на экране. Теперь установим, как влияет на резонансную частоту электроемкость цепи. Уменьшим емкость до половины микрофарады. Опыт повторим еще раз. Нетрудно заметить, что с уменьшением емкости в 4 раза резонансная частота значительно возросла. Лампа начинает светиться при 5 периодах. Максимальная яркость достигает при 8, а затем постепенно гаснет. Если уменьшать частоту, все будет наблюдаться в обратном порядке. Продолжение следует... Перед вами действующая модель генератора незатухающих электромагнитных колебаний. Она включает транзистор, закрепленный на белой панели, катушки, имеющие общий сердечник, батарею конденсаторов, гальванометр и источник постоянного напряжения. Вот ее принципиальная схема. Колебательный контур образует дроссельная катушка и батареи конденсаторов. Электроемкость батареи составляет сейчас 2 микрофарады. Контур соединен с базой и эмиттером транзистора. Катушка связи включена в коллекторную цепь транзистора. Ее роль выполняет высоковольтная катушка от универсального трансформатора. К эмиттеру и коллектору транзистора приложено постоянное напряжение от источника. Третья катушка используется для наблюдения за колебаниями. Она соединена с гальванометром. По поведению его стрелки и судят о появлении колебаний в контуре. Включим источник электропитания. Стрелка прибора отмечает наличие колебаний. При изменении полярности подключения катушки связи колебания прекращаются. Восстановим прежнюю полярность подключения катушки. В контуре снова возникли колебания. Теперь обратим внимание на их частоту. Изменим электроемкость контура, увеличив ее с 2 до 9 микрофарад. Видим, что частота колебаний значительно уменьшилась. Восстановим прежние значения емкости и посмотрим, как это отразилось на частоте колебаний в контуре. Частота увеличилась. Теперь уменьшим число витков катушки контура. Частота колебаний снова возросла. Увеличивая число витков катушки, можно уменьшить частоту колебаний. Перед вами коллекторный электродвигатель переменного тока, на валу которого вращается пропеллер вентилятора. Сейчас хорошо виден коллекторный узел этого двигателя. Основными частями электродвигателя являются ротор и статор. Ротор содержит несколько проволочных обмоток, концы которых соединены с коллекторными пластинами. Благодаря этому в них при включении двигателя поочередно возникает электрический ток. В статоре имеется несколько проволочных катушек с сердечниками, создающих внутри него магнитное поле. Для демонстрации принципа действия такого двигателя рассмотрим его действующую модель. Она включает катушку с сердечником. Ермо сердечника выступает в сторону. Рядом с сердечником на острие висит алюминиевый стакан калориметра, который может вращаться с минимальным трением. На стакане наклеены цветные полоски. Обратите внимание, что между ермом и стаканом имеется небольшой зазор. Для опыта потребуется также медная пластина. Катушка соединена последовательно с ключом и подключена к источнику переменного напряжения. Замкнем электрическую цепь. Стакан остается неподвижным. Теперь перекроем часть зазора медной пластиной. Стакан начинает вращаться. Пластина не касается ни стакана, ни ерма. Посмотрите, вращается стакан в направлении пластины. Изменим положение пластины в зазоре. Стакан также начинает вращаться в другую сторону. Продолжение следует... Перед вами действующая модель трансформатора. Простейший трансформатор состоит из двух катушек, имеющих общий сердечник. Катушки, как правило, имеют разное число витков. Катушка, имеющая меньшее число витков, наматывается более толстым проводом. Катушка с большим числом витков, наматывается более тонким проводом. Сердечник большинства трансформаторов набирают из тонких пластин электротехнической стали. Катушка, подключаемая к источнику переменного напряжения, называется первичной. Катушка, к которой подключается нагрузка, вторичной. В собранной установке первичной является левая катушка, вторичной – правая. К обеим катушкам подсоединены вольтметры. На первичную катушку будет подаваться переменное напряжение от источника. Включим источник. Сейчас к первичной катушке приложено напряжение величиной 3 вольта. Напряжение на вторичной катушке при этом 20,5 вольт. В данном случае трансформатор повышает напряжение почти в 7 раз. Увеличим напряжение на первичной катушке до 6 вольт, изменив его в два раза. Напряжение на правой катушке также возросло вдвое. Теперь повысим напряжение на первичной катушке до 9 вольт. Видим, что и на другой катушке оно тоже возрастает. Убедимся в том, что напряжение на концах вторичной катушки зависит от числа витков в ней. Переключим вольтметр к выводам катушки, имеющей большее число витков. Несмотря на то, что напряжение на первичной катушке не изменилось, показания правого вольтметра возросли. Восстановив прежние подключения, получим и прежние показания правого вольтметра. Редактор субтитров А.Семкин Слева вы видите источник напряжения. К выводам источника подключен потребитель электроэнергии, роль которого выполняет лампа. При включении источника лампа загорается. Если потребитель удален от источника, на режиме его работы может сказаться сопротивление соединительных проводов. В нашем опыте длинные провода имитируются двумя резисторами. Обратите внимание на то, что накал лампы едва заметен. Для снижения потерь электроэнергии воспользуемся двумя трансформаторами. Один трансформатор повышает напряжение источника с 4 до 42 вольт. Другой трансформатор понижает напряжение линии с 42 до 4 вольт. В этом случае при тех же резисторах лампа снова ярко светится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова